Наступает очень ответственный и волнительный момент. Участок очищен, теперь остается только выбрать место для дома, студии. И еще нам необходимо, и это очень важно, подобрать правильный проект. И еще не менее важно найти правильную компанию застройщика. Честно сказать, я обошла очень много фирм, я посмотрела ассортимент предлагаемых проектов, я пообщалась с представителями, и, честно говоря, многие моменты меня начали напрягать именно в части общения с клиентом. Это не очень хорошо, потому что я представляю, что мне придется с этими людьми общаться достаточно долго, и потом окажется, что у нас нет контакта, нет понимания. И, конечно же, важно очень найти именно свою компанию, где тебя слышат, видят, где понимают, что ты хочешь, и работают именно для тебя. Поэтому путем долгих мытарств, на самом деле это именно так и было, я нашла компанию застройщик, который предложил мне потрясающий проект. Я уже съездила к ним в центральный офис, дала техническое задание, и на основании этого задания мы начнем разрабатывать концепцию нашей студии, а потом, я очень надеюсь, в дальнейшем и дома. Компания эта называется «Золотой Феникс». Я очень довольна, что судьба меня привела именно к ним, потому что коллектив очень профессиональный, очень ответственный. И я надеюсь, по крайней мере, меня уже услышали в первом же мое посещение, предложили мне очень интересные варианты решения моих вопросов. И я очень надеюсь, что результат, который мы получим в совместной работе, будет удивительный. И сегодня у нас первая встреча с представителями этой компании. Я попросила архитектора, чтобы он к нам приехал, потому что для меня важно все-таки посмотреть, как у нас наши строения будут садиться на участок. Участок непростой, у него очень много карманов, различных выступов. И концепцию, которую мы в дальнейшем планировали развивать на этом участке, она должна сесть идеально. Поэтому и размеры дома, и размеры нашей студии должны совпадать, не нарушая проектного решения, которое мы будем делать для этого сада. Еще важный момент. Учитываем, что все-таки наш сад, сад с нуля, он будет предназначен для семинаров, мероприятий, фотосессий. Поэтому этот сад и строения, которые на нем располагаются, должны быть удобны. Ко всему прочему, здесь появится дом, в котором будет проживать семья. Поэтому еще один важный момент, чтобы этой семье было удобно, несмотря на основные функции задачи, которые этот участок несет. Поэтому очень много у нас было нюансов, которые необходимо было учитывать. И я с нетерпением жду результатов. Сегодня приехал главный проектировщик, архитектор компании «Золотой Феникс» Юрий Пышкин. И мы... Здравствуйте, Оксана. Здрасте. И мы сегодня... Очень волнуюсь, еще раз говорю, вы мне вчера звонили, говорили, что все прекрасно село, я еще это не видела. Я с нетерпением жду результата. Давайте мы все-таки посмотрим, что у нас получилось. Давайте посмотрим. Вследствие долгих передвижений и сложностей участка, задача перед нами стояла посадить студию таким образом, чтобы она не загромождала большое пространство, участка, органично вписалась. Ну и было ей просто удобно пользоваться. Было принято решение, согласованное заранее с вами, посадить студию в зоне. То есть мы занимаем этот карман, чтобы он был... С последующим строительством дома. И, соответственно, будем сейчас сажать на участке, размечать, чтобы посмотрели, походили уже как бы в реальных размерах на свою будущую студию. Да, потому что пока у нас сейчас чистое поле, теоретически, по плану, я смотрю, меня все устраивает. Но у меня один вопрос. У нас же размеры студии запланированы 7 на 8. Я хотела террасу. И я сейчас смотрю, что получилась какая-то достаточно большая терраса. Да, достаточно большая терраса. Сделали ее буквой П. Ну, потому что это просто будет комфортно вам пользоваться. Плюс можно использовать заднюю часть как для каких-то... Хозяйственных даже, например, построек. Да, хозяйственных нужд и инженерных размещений, инженерного оборудования. Поэтому я вот отобразил. У нас прекрасно помещается терраса буквой П. И она получается достаточно просторная и комфортная. Спасибо за предложение. Потому что я, честно говоря, планировала, что террасочка будет небольшая. Но сейчас я понимаю, что действительно решение грамотное. Потому как я могу различные зоны разместить отдыха. У нас какая-то часть, может быть, солнышко у нас входит на востоке практически. На участке она гуляет. И мы можем, например, если нам хочется сесть на солнышке, да, сесть с этой стороны. Солнышко передвинулось, мы можем за ним пойти. Спасибо, Юрий. Я вот, честно, не подумала об этом. Да, абсолютно справедливо вы придумали решение, правильно сделали. И я смотрю наполнение нашей студии. Я просила, ну, фактически одно большое пространство. А вы здесь предусмотрели какие-то еще технические комнаты, да? Так как мы будем строить студию в первую очередь, естественно, нам понадобится какое-то помещение для санузла и так далее. Потому что вы не набегаетесь. Не подумала я об этом. Будет проходить семинар. Это комфортно. Нужно куда-то что-то всегда сложить, сходить. Ну, да, фактически вот он санузел, да, получается. Здесь какую-то зону можно хотя бы даже чайничек поставить людей, чаем угостить, да? И вход, да, потому что у нас много здесь, достаточно света. Мы планировали фасады с большими окнами. Да. Поэтому, конечно, не хотелось бы загромождать эту красивую входную группу, которая у нас, я надеюсь, появится. Появится. И, да, вход правильно вы сделали, вот именно с этой стороны. Вот, кстати, спасибо вам за дополнение, потому что я вот прибежала со своими фееричными идеями. Все скорее быстрее и красиво, а про технические моменты совсем и забыла. Ну, и плюс здесь мы сделали, так как вы хотели, у вас была задача заходить в центральной части, но также при расширении террасы сделали вход и в хозблок, независимо от центральной части. То есть входить мы будем, я так понимаю, через центральные ступени террасы, правильно? И мы можем зайти. Обойти, да. Если у нас гости, да, мы можем открыть входные небольшие двери. И идет какой-то семинар, да. А если это у нас обычное пользование, мы спокойно прошли и зашли с задней части, не загромождая обую, например. Да, это, кстати, тоже важный момент. Красивую основную часть. И я смотрю, вы уже, мы с вами предварительно выбирали проекты, мне несколько понравилось, но я никак не понимала, как мы их все-таки правильно уместим. Потому что ширина непосредственно у нас участка вот в этой зоне, где должен садиться дом, небольшая. Смещаться мы сюда не можем. Здесь у нас газовые коммуникации, здесь соседние строения. Нам нужно обязательно оставить въездную группу. Поэтому вот посадка дома, она достаточно сложная. И выбор проекта нам тоже придется делать уже исходя из тех условий, которые нам диктует участок. Вы какой-то проектик нашли, насколько я понимаю. Да, да, мы поставили проект, исходя из ваших пожеланий, на свой страх и риск разместили проект, который вам понравился, но вы сомневались, поместится он или не поместится. Поэтому я условно его разместил, чтобы вы увидели, как эта история будет смотреться в жизни, впоследствии. Я считаю, это очень важно. Прежде чем начинать строительство, необходимо, во-первых, сначала на плане посмотреть, как садится дом. Потому что важно, видовые точки из различных зон. Будь то гостиная, кухня, например, или спальня. Будет странно, если спальня будет выходить, например, на зону, где постоянные парковки. Люди приезжают, кто-то позже, кто-то раньше. А, например, гостиную разместить так, что вся красота у нас будет упираться, например, весь вид в забор. Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому здесь, так же, как и в студии, сохранено решение с большими оконными конструкциями, чтобы было больше света. И, соответственно, все эти панорамные окна должны выходить на красоту, на участок, где ваша жизнь происходит. Ну да, и учитывая все-таки красивое, мы должны же все-таки их в одном ключе сделать. Естественно, да. Мы должны их сделать в одном ключе, в одной стилистике, из цветовой гамме и так далее. Это будем дальше с вами выбирать. Будем, конечно. Кстати, это очень важный момент, потому что именно выбор и материала, выбор и, собственно, цвета, строение, которое оно будет. Это очень важные моменты. Это акценты, которые добавляют вид всей истории. Которые наполняют вообще пространство и делают это одним единым ансамблем. Абсолютно верно, да. А что касается, в принципе, дома. Здесь я смотрю, ну, в общем-то, я помню этот проект, он, в общем-то, удобен. Но можем ли мы, могу ли я заказать у вас услугу под себя перестроить некоторые зоны? Потому что вот я смотрю, проект гармоничный. Но я уже вижу, что мне нужно добавить, например, дополнительный санузел, потому что у меня будут родители пожилые и ребенок, подросток 16-летний, да, чтобы у нас были дополнительные моменты. Обязать мне нужно большую котельную с хозяйственной зоной. Мы можем на базе уже имеющегося проекта сделать какие-то корректировки? Да, конечно. Это возможно? Да, это абсолютно возможно, бесплатно. И мы сделаем, нет одинаковых домов, мы строим дом для вас. Он для вас должен быть полностью эргономичен, комфортен, чтобы вы наслаждались. Юра, еще один вопрос. Вот мы, когда я была у вас в офисе, мы рассматривали различные варианты, из чего все-таки строить дом. У меня терзали меня сомнения. Каменный дом как-то привычнее, да, потому что все считают, он надежный. Стереотипично, да. Ну, наверное, работают стереотипы. Но у меня уже в моей жизни был один каменный дом. Я не могу сказать, что это плохо. Но почему-то вот у меня сейчас, не знаю, может быть в силу возраста, может каких-то жизненных обстоятельств, мне очень хочется какой-то экологичный природный дом. Я хочу сделать сад такой легкий и действительно экологичный. Мы рассматривали варианты каркасного дома, он получается подешевле. Да, подешевле. При этом, насколько я помню, все функции именно по теплосбережению, да, по эксплуатации зимой, они ничуть не уступают домам. Из клееного бруса, да. Из клееного бруса или, например, каменным домам. Каменым домам, да. Но, честно говоря, когда я увидела ваши проекты, вот особенно скандинавскую серию с клееным брусом, я, конечно, в них влюбилась. И я понимаю, что, скорее всего, я, наверное, решу делать дом именно из клееного бруса. Но меня терзают сомнения, как он себя будет вести зимой. Потому что я наслушалась кучу всяких рекомендаций, начитала статьи в интернете. Я понимаю, что это вообще полная ерунда. Надо вот взять и поговорить со специалистом. На каком размере все-таки бруса мне нужно остановиться, чтобы дом не выглядел громоздким. В то же время он такой был легкий, свободный. Потому что я планирую все-таки все строения делать одноэтажные. Мне хочется, ну, ближе к земле быть, что ли, так скажем. И я переживаю. Вот где-то читала, что достаточно 150. Кто-то говорит, меньше 240 делать нет смысла. И вот у меня вот эта вот полная в голове каша. Вот давай мы сейчас разберемся с этой темой. Клейный брус для постоянного проживания. Достаточно вам будет 200 сечения, 200 миллиметров. Соответственно, мы с вами говорили уже в офисе, что студия не планируется как дом для постоянного проживания. Да, студия будет исключительно летняя. И, соответственно, ее можно сделать из 150-го бруса. Это будет комфортно и легко. А что касается дома, его, конечно, нужно делать из 200-го сечения бруса. Это экологичный материал. Весь брус главный в этом случае. Чем он склеен, когда мы разговариваем о экологичности и проблемах... А вот, кстати, чем он должен быть склеен правильный брус? Да, он склеен эпи-системами. Мы используем эпи-системы производства шведского концерна «Акзонобель». Соответственно, содержание фенолформальдегида в древесине такое же, как и в деревьях. Ага, то есть это очень экологично, комфортно. И из деревянного домостроения на сегодняшний момент это единственное, что позволит нам построить качественный, добротный дом на долгие года. Хорошо. А следующий момент. Вот говорят, деревянные дома дают большую усадку, ремонт делать первый год нельзя, брус лопается. Вот с этим что? Это применимо к материалам бруса, когда используется профилированный брус и все материалы, которые естественной влажности. Соответственно, да, они тогда дают усадку, потому что физику никто не отменял, дерево начинает сохнуть и появляются щели, зазоры, которые нужно обслуживать и так далее. Что касается клейного бруса, он высушен и приходит влажностью 8-12%. То есть он уже не дает никакую усадку. Усадка будет какая-то минимальная, которую вы никогда не заметите и не обратите на это внимание. То есть клееный брус, дом из клееного бруса, можно сразу переходить после постройки к отделке. Ну а в принципе брус, да, его же в принципе можно только покрасить внутри, это будет красиво, свежо. Да, много решений покрасить, если какие-то скандинавские решения часто еще брус брашируют. А, получается, то есть брашировка, это выборка мягкой древесины. Да, внутри, под какие-то акценты, стены, панно и так далее. Ну то есть, как, например, сейчас модно в кирпичных домах делать имитацию каменной кладки, то же самое здесь брашировка. Можно какую-то одну из зон дома выделить именно таким образом. Хорошо, еще у меня один момент. Зависит ли, вот все-таки мы поговорили, да, толщина бруса 150-200, то есть зимний дом 200, этого вполне будет достаточно. Да, достаточно, да. Какое идет утепление, вот я так понимаю, что они же накладываются друг на друга, вот какой момент, потому что многие говорят, ага, начинает дуть из швов. Это зависит от выбора у клееного бруса профиля, как он соединяется. Мы используем немецкую гребенку, соответственно, при соединении профиля брус начинает из окружающей среды набирать влажность, и он соединяется в этих пазах. И, соответственно, получается как монолитная конструкция. Но все равно как-то утеплитель. И он не утепляется, нет, он не утепляется, да. Ага, то есть он естественным образом усаживается и держит тепло и плотность. Хорошо, следующий момент, который меня тоже очень волнует. Когда все-таки лучше приступать к строительству дома из клееного бруса? Есть ли какие-то сроки, которые скажете точно, вот все, нельзя вообще в эти моменты строить в какие-то времена годы? Или это все-таки не зависит, потому что материал специфический, да, он высушен, он... Это не зависит от времени года. Единственное, что здесь можно сказать, что если вы, например, планируете строительство дома в зимний период времени, это даже больше плюс, чем минус, так как клееный брус приходит с завода, и он при сборке, так сказать, в мороз, он уже остается чистеньким, гладким и влажность в воздухе еще меньше, чем летом. То есть зимой даже это перспективнее, да? Да, это перспективнее, если на дальнейшую стройку ориентироваться зимой. А каких-то ограничений, что его нужно строить только весной и нельзя строить его зимой, абсолютно нет. То есть если мне не терпится, я могу начинать уже прямо сейчас весной, да? Абсолютно верно. Понятно. Следующий момент. Меня очень беспокоит, и многие тоже, опять начиталось в интернете, как всегда, многие говорят, что опять проблема деревянного дома заключается в том, что приходится чуть ли не каждые три года его перекрашивать. Есть такая проблема. Здесь все зависит от выбора того, с чем покрывать дом. Существует сейчас большая линейка. Мы покрываем дом защитными маслами фирмы Осмо. Соответственно, это масло, оно проникает, имеет структуру мелких гранул. И когда мы покрываем этим маслом древесину, оно сначала впитывает. То есть она не как краска покрывает поверхность, а впитывает в древесину, тем самым ее защищает. То есть как губка. Проникает, да, как губка. Соответственно, закупоривает вот эти все наши опасные места, да, и защищает дом и от ультрафиолета, и от каких-то негативных и погодных воздействий, и, так сказать, бактериологических воздействий. То есть если мы выберем вот это масло Осмо, да, я могу быть уверена, что сколько у меня прослужит фасад? Я, вы можете быть уверены, что у вас в ближайшие 7-10 лет вам его перекрашивать не придется. А в дальнейшем, что мне нужно будет, какие мероприятия провести, чтобы перекрасить дом? В дальнейшем вам нужно будет просто освежить этот слой. То есть просто поверх, или что-то нужно будет шкурить? Нет, не нужно будет ничего шкурить. Соответственно, вы просто покрываете специальным составом, который вот эту масляную основу у бруса просто обратно придаст ему лоск. То есть даже красить вам, возможно, не придется. А на что мне тогда обращать внимание, чтобы я понимала, что, например, дому нужна новая покраска? Что будет происходить вот с масляным этим покрытием? Оно будет просто тускнеть, яркость этого цвета будет тускнеть. То есть это не какие-то растрескивания, как облизание. Он будет просто тускнеть, но чаще всего этому подвержены солнечные фасады. Соответственно, где есть солнце, он будет тускнеть, и вы в степени своего восприятия будете принимать решение... Яркости цвета, например. Да, яркости цвета, да. Вы будете принимать решение, что нужно слой обновить. Юра, смотрите, у меня сейчас уже сделан забор, потому что это первое, с чего я начала. Но я такая девушка нестандартная, личность творческая, поэтому мне захотелось сделать такой забор антрацитового оттенка. И вот теперь самая большая проблема, как раз, когда мы смотрим на окружающие дома, люди, по большому счету, не придерживаются концепции. Забор может быть зеленый, дом какой-то бордовый или розовый или фиолетовый, крыша синяя. В общем, ужас катафоне цвета. Я все-таки человек такой перфекционистский, да, и мне хотелось бы, чтобы у меня все было стильно, вкусно, и вот прям вот, ну, чтобы было. Вот какой цвет мне все-таки выбрать из той гаммы, которая у вас представлена, чтобы дом смотрелся, учитывая стилистику, что все-таки мы будем скандинавскую брать? Ну, учитывая скандинавскую стилистику и цвет вашего забора уже построенного, я думаю, здесь прекрасно впишутся какие-то темные тона, графитовые, такие же серые, антрацитовые, насыщенные. Страшно выбирать темный цвет для дома. Да, но применяя акценты, то есть мы сделаем, например, белые окна, белое ограждение, это даст акцент, и дом будет гореть, как подведенные глаза. Заиграет, здорово, хорошее сравнение, то есть не надо бояться темных оттенков, это как база, на которой будут работать акценты именно цветовые, и если мы на контрасте, в принципе, да, сделаем темное и светлое, я думаю, что это будет выглядеть хорошо. Ну и плюс, как при скандинавской серии, когда говорится скандинавская серия, сразу вспоминается этот красный дом с белыми окнами, белыми фронтонами и так далее. Ну, на красный я, может быть, не решусь, это слишком, наверное, так, надо быть очень продвинутым человеком, да, чтобы решиться на красный дом. Но выбор, я так думаю, у вас есть, вы мне присылали образцы, я, конечно, сначала испугалась этих темных тамнов, потому что, ну, непривычно, мы привыкаем, дом какой-то должен быть, но все-таки светленький, да? Светленький, да. Но если вы говорите, что большая масса белого цвета даст нам возможность ощущать дом легким, то, наверное, я свой выбор на этом цвете остановлю. Значит, что тогда нам с вами остается дальше, какие дальнейшие действия? Дальнейшие действия, мы с вами сейчас разместим эту студию, как она у нас будет смотреться, чтобы понять объем уже на участке, сколько у нас остается от заборов до заборов и какое остается свободное пространство для дальнейших постройок. Ну, и по сути, мне сейчас остается только внести вам предоплату и вы начинаете уже готовить. Да, все верно. Сколько по времени займет процесс строительства, ну, и подготовки материала и строительства, на сколько мне рассчитывать? Рассчитывайте на три месяца. На три месяца. Понятно, то есть это от фундамента... Через три месяца заедете в студию. Ага, уже заедем в студию. Вот еще вопрос, я сказала про фундамент. Какой мы фундамент здесь все-таки запланируем? Потому что вот основной дом у нас стоит и терраса стоит. Как нам все это совместить, чтобы какие-то плиты огромные не лить? Насколько я помню, там есть и плиты, есть и монолиты, есть и какие-то ленты. Я предлагаю сделать здесь поверхностную ленту и поверху отлить как раз-таки плиту, что позволит вам разместить и на первом этаже последствия, например, и теплые полы, ну и плюс конструкция небольшая, поэтому будет выбрано просто соответствующее сечение. Мы не рекомендуем заказчикам использовать какие-то свайные истории. Вот меня этими сваями напугали, я как начала смотреть какие-то сваи, дом на курьих ножках, никакого эстетического удовольствия. То есть мы от этих курьих ног уходим и делаем ленточный фундамент. Классический ленточный фундамент. Это для дома. А каким образом тогда мы прицепим к ней вот эту террасу? Мы также сделаем ленточный фундамент меньшего сечения, на который поставим эту террасу. И следующий момент. Вот опять древесина, она себя достаточно сложно ведет, когда она открыто лежит на улице. И понятно, что дом у меня будет под крышей, все это защищено. А что мне тогда делать с террасой? Я просто боюсь, что через какое-то время она вся прогниет и не дай бог я какой-нибудь провалюсь. Сейчас существует масса композитных решений, композитных материалов. И в данном случае, так как у нас это все открытые части и не находятся под навесом кровли, я бы использовал, рекомендовал вам использовать здесь композитный декинг. Композитный декинг это что? Композитный декинг это материал, который представляет из себя смесь стружки, так скажем, пластмассовой. В общем, это пластиковая такая композитная история, специальная которая разработана для террас. Соответственно, она бывает различных и цветовых решений, что позволит нам это компилировать с основным домом. Но я на ней не свалюсь, не подскользуюсь, по ощущению она достаточно естественная. Да, естественно, она выглядит, можно подобрать цвет под дерево, соответственно, структуру дерева. И она абсолютно не скользкая, не выцветает, не выгорает. Мыслишь уходить там по пластику, где-нибудь грохнешься, то есть нет, он абсолютно естественный и нет никаких вот этих нюансов. Ну, в принципе, мне все понятно. А, вот еще какой момент, главный ты остался. С крышей что мы будем делать? Крышу я бы предложил вам сделать мягкую кровлю в классическом исполнении, то есть классический вид мягкой кровли, прямоугольнички. Я думаю, что это будет очень здорово. И плюс при одноэтажном расположении она будет органично смотреться, тихо, комфортно, учитывая, что вы хотите там проводить съемки. Ну да, а выбор все-таки, вот многие считают, что более долговечный это металло-черепица, а на кровлю мягкую вот она лопается, течет и так далее. Это миф? Это миф. Это миф. Это здорово. Также любой материал может трескаться, слезать краской и так далее, все зависит просто от выбора производителя. Мы используем проверенный временем, опытом и плохого не порекомендую. Хорошо, но насколько я знаю, монтаж мягкой кровли, он подразумевает достаточно большое количество операций. То есть, если, например, металл-черепицу прибил, приколотил и пошел, то, по-моему, под мягкую кровлю нужны какие-то специальные маты выкладывать. Листы USB и ковры специальные выкладывать. Которые предотвращают, насколько я понимаю, как раз от протекания. Вот этот вот протекание и так далее, да. То есть, если все сделано по технологии правильно, то проблем у нас не будет. Не возникнет, да. И, собственно, отливы мы тоже должны рассчитать так, чтобы у нас сбор воды с крыши происходил. Да, ну, насколько мы сейчас, как бы, в участке, я смотрю, у вас, по большей части, здесь песчаная почва. Ну, да. Мы в дальнейшем с этим разберемся, посмотрим, что нужно будет сделать. Потому что очень важный момент, когда неправильно спланированы отливы, сливы. Получается, ты идешь, тебя под ноги хлещет во время дождя вода. То есть, это нужно куда-то будет убирать. Да, да. То есть, мы решение какое-то придумаем. Мы предложим вам решение, которое не позволит растекаться в воде. Ой, ну что, надо стартовать. Уже долго я вынашла эту идею. Тогда, получается, наверное, приезжать мне к вам в офис. Запрещаем договор. Да, все раз обсуждаем, все смотрим. Ох, и вперед, называется, с песней, да. Строители ваши приезжают, и от и до вы все берете на себя. То есть, я ни о чем не беспокоюсь. То есть, ни о выборе кровли, ни о выборе окон, ни по террасе. Выбирайте только цвет. Мы только с вами согласуем цвет. Ну, я очень надеюсь, что наш этот процесс будет идти гладко, ровно. Потому что, да, я такой человек очень волнительный, переживательный. Мне хочется, чтобы все было грамотно и хорошо. Ну, Юрий, тогда что? До встречи у вас в офисе. Да. Оформляем документы и стартуем. И вперед. Да, и я очень надеюсь, что мы в срок уложимся. Я вас приглашу, когда уже... Ну, конечно, вы будете, наверное, приезжать на моменты. Да, конечно, конечно. У вас прораб, наверное, есть, который ведет стройку, да? Да, мы все будем контролировать и знать каждые шаги. Каждые шаги. Прекрасно. То есть, если у меня вопросы возникают, я сразу звоню вам. Сразу звоните, да. И мы все это на месте. Мы все это оперативно на месте выбираем, согласовываем и так далее. То есть, я могу не переживать, что меня бросят одну. Нет, ни в коем случае. Наедине со своей стройкой. Ни в коем случае. То есть, будете присутствовать. Конечно. Ой, это очень важно. Будем вести вас вот и до. Да. Рекомендовать и помогать в реализации дома вашей мечты. Отлично. Спасибо. Тогда до встречи в офисе. До встречи. И стартуем. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова